всем привет мы продолжаем играть фермер симулятор 19 у нас сегодня меж стриме между двумя стримами такая небольшая запись вот я привез на хлебозавод подсолнухи и сергей сама сейчас здесь работает он уже засел все поля которые нужно было засеять и короче говоря будем ждать большого урожая пока пока вот запустим либо пекаренку у нас уже есть ржаная мука сейчас привезем давайте посмотрим что тут тут отрисовалась вот видите да водички привезем ржаная мука и будет хлеб круто еще одно производство у нас будет запущено и будем подсчитывать барыши вот уже скоро воспользовался твое твоим отсутствием лишь очень пельного захотелось я все правильно вместо картошки правильно лучших мельчим картошка картошка это не очень интересно вот там смотрите где-то уже растет где-то подрастает лучок тоже пошел в рост сергей сейчас ездит и обрабатывает от сорняков поля там где уже выросли сорнячки короче говоря идет потихоньку работа вот и я так думаю что после уборки полей мы наверное все же сделаем из двух полей одно уберем эти посадки между нашими полями сделаем щепу из этих посадок сделаем бумагу ну короче говоря тоже пойдет она все в дело все в ход пойдет это я по-моему батарешку даду не туда занял очень приняли у тебя до места мака куда приняли написано что это макияж как закона послушный гражданин думаю ну все мак будем сеять мак будем потом туда привозить оказывается можно подсолнечник замок спокойно идет то вот если договориться с завхозом этого предприятия он говорит так пойдет и мак тоже вернее вместо мака подсолнечник тоже пойдет это в принципе да я как-то покупал буханку этого ржаного хлеба там они не только туда подсолнечник бросают они по-моему еще и бросают и этот изюм например еще что-то было мука мука и ты даже с к мином всякие специи да так что ржаная мука наш здесь же дали в другом месте где-то на ржаной мельницы она на ржаную возле она там недалеко от клип завода то я приехал и смотрю что мука есть но она не написано что это мука думаю что-то не то раз поедем возле 23 поля или сбили ли я стрелка ага вот она да ну кому ли ржаной завод хорошо чай место поехали в общем у нас новый день этот день уже принес что-то интересное поля засеяны производство сейчас запустится хлеб пойдет будем уже сегодня раздавать местным агитировать такая рекламная акция знаете агитировать чтобы наш хлеб покупали они покупали у наших конкурентов потому что у них хлеб плохой и они плохие все вообще и у них плохо у нас все хорошо я вспоминаю вот эту рекламу которая просто опостылило что какого-нибудь там стирального средства показывает этот коробок обычный порошок и такая кривица там что-то там это пытается вроде как и подстирать она не отстирывается и тут достает какой-нибудь необычный порошок тот который рекламируется и все сияет и мгновенно почти так вот может быть мы тоже запустим что-то подобное кушает бабушка хлеб и у нее зубы выпадают от хлеба конкурентов кусает наш и дети смеются шарики летают везде и вообще все прекрасно зубы растут и да и зубы растут и вообще у нас вот есть такая марка торговая что-ли растишка называется типа позиционируется как для детей там ну типа супер-пупер хорошая и вот нужно покупать пить и растет тогда ребенок понятное дело что это просто название ничего там нету ничем оно не отличается от не растишки какой-нибудь но люди ведутся покупают детям вот именно детям ну просто и удаешься как можно легко просто обводить вокруг пальца взрослых людей которые вроде бы как должны бы понимать что-то но получается что нифига не не понимают вот 41 тонн а вот это хлеба будет так это все хорошо у нас тут молочка рядом да либо завод тоже все рядом а Ржаная мука, вот она. Видите, тут подсолнух и вода. Да, воду еще нужно не забыть. Ручка с водой на базе уже заправлена. Хорошо, сейчас. Сейчас я еду. Продолжение следует... 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 Ушло много и на покупку нового поля тоже, чтобы вот эта ржаная мука появилась. И на обслуживание, и на гербициды, и на удобрения семена. В общем, все требует обслуживания техники. Дофига требует всего денег. Смотрите, Сергей, видите, обрабатывает. Обрабатывает от всякой гадости, которая нападает на поля. Как у меня мама борется с жуками. Она их струшивает ведро. Такие, а если там жуки какие-то есть, то они падают. И разрываются. Культиватор. Да, это бесконечная работа струшивания жуков. Просто бесконечно. Их вроде бы как... Вначале давишь эти яйца. Потом недели через две смотришь уже красненькие. Вроде бы все подавил. И не то чтобы каждый день, но там через день, два, три. Ходишь и допроверяешь. Жуки же снова таки залезают и там яйца откладывают. Смотришь, там уже появились эти красненькие личинки эти. И... Жуки имеешь, не хочется. Да, ну не хочется, потому что да, но... Нигде на людях не тестировалось. И непонятно, что потом будет. Может быть, вот эти проблемы, которые у нас сейчас у всех странах бывшего соцлагеря. Вот правильно, лагерь. Да, так может быть, вот как раз они и обусловлены вот этими ядохимикатами, которые бесконтрольно буквально поливались на совхозных и колхозных полях. Да, точно. Там и так далее, которые показываются там настолько токсичны, что капец. Это только в лагере в этом могли использовать такие. Так. Ажики на три километра летают. Да. С места на место на три километра. Может быть, за ветром они может еще дальше летают. А так смешно, где-то в августе, в начале августа, по-моему, я в селе наблюдал, когда был, отдыхал, ну, как на каникулах, они почему-то перестают летать и ходят по дорогам толпой. Да, они перелезают с места на место. Да, я это тоже видел и давил их. Идешь по дороге, едешь, да, по дороге. И я обязательно этих душилых, потому что, ну, реально, вредители, настоящие. Мы их душили-душили, душили-душили. Так, вот она водичка, да. Известь потом сюда и щепомы, и будет у нас бумага. Меня, знаешь, что удивляет иногда, что нету пока никаких паразитов, червей, жуков и так далее, скажем, в арбузах внутри, в дынях. Вот, я думаю, что это недолго будет длиться. И ты такой покупаешь арбуз, красивый такой, а внутри там червей полно. Представляешь? Не, не хочу. Вот раньше уж на картошке, что же не бывало, ничего такого. Жуков же не было. Некоторые знать не знал. Что есть такая поршность. В этих арбузных, не знаю, когда они молодые, но когда созревают, такая пустая кожа. Да ты думаешь, что не пролезет какая-нибудь зараза? На 5, я, конечно, не могу дать гарантию. Я просто думаю, как объяснить, почему их нету до сих пор. О, здесь думаю, что они просто еще не поняли, что есть такое дело, что можно такое дело жрать. Потому что, ну, везде же уже практически есть. Но вот нету в огурцах и в помидорах, хотя уже едят же жуки те же самые, объедают сами помидоры. А самые помидоры их объедают. И, а вот с огурцами другая напасть, да, вот эта мучнистая роса, там еще какая-то, что оно вянет, ему бы еще расти да расти, и оно уже все пожелтело и завяло. Ну, думаю, что со временем появится какая-нибудь гадость, которая будет и в помидорах, и внутри в плодах сидеть, и в огурцах, и вообще во всем. Вспомнил про вертикальные фирмы, 50 урожаев этого салата, ну, листья салата, значит, и зеленые. Сейчас много их таких стоит в штатах, знаю, в Чикаго. Тебе бросал ссыл. Да, я, по-моему, даже читал, что ты кидал, где-то что-то такое было, я тоже, припоминаю, уже подзабылось, конечно. Ну, там такая закрытая экосистема, никаких нет вредителей. Ну, да, ну-то так. И 50 урожая. Ну-то так. Ну, по-моему, вот я тоже читал об этих фермах, что они дорогие очень. В постройке, в обслуживании дорого это все обходится. То есть, салат тот же, выращенный на огороде, он будет намного дешевле, чем лад, который выращен там. Ну, что-то такое было. Вот что-то я почитал, думаю, так, ну, нам такое не светит еще. Ну, то есть, какая-то проблема явная. Может быть, стройка, может быть, вот, знаешь, сделать его сам по себе, какие-то там, может быть, какие-то научные, там, не знаю, технологии нужны. Короче говоря, что-то там было. Ну, вот, ну, в теории, да. Это, скорее всего, и это тоже будущее будет наше. Будут комбинированные и такие, и эдакие. Вот, а чем они хороши, эти висячие сады и мирамиды? Тем, что там закрытая система, и ты не зависишь от прихоти погоды. Главное, чтобы окупалась, конечно, экономика. Ну, с тем, как продукции дорожают, да, так, я думаю, что в конце концов, если бы оно не окупалось, скорее всего бы его не делали. Вот, и удешевление продуктов пока что не предвидится в ближайшем будущем. Ни в ближайшем, ни в отдаленном. Скорее всего, продукция будет только дорожать. Хартов становится все больше. Да, населения все больше. Люди хотят кушать и хорошо. Кто хотят? Кушать хотят хорошо. Да. Ничто попало. К примеру, вот таких вот ферм, мне кажется, вот смотрел, бегущие по лезвию бритвы. Тот, который новый, вот это 2049, по-моему, или как оно там называется. Такие теплицы, нет, не успел. Ну, то он уже там, в принципе, ему несколько лет, но там смысл в том, что территории, такие огромные территории, застроены теплицами. И в этих теплицах разводят жуков. Личинки такие вот, типа как майские жуки, белого цвета, такие, значит, толстые, жирные. Вот они там их разводят, и белок этот используется дальше в производстве там каких-то компонентов еды или что-то такое. Вот тебе пример будущих технологий. Как добывать белок, да? Угу. Считается, что больше всего его как раз вот в жуках всяких, там, кузнечиках и так далее. Там большой процент белка. Поэтому его там вот в азиатских странах его готовят. Это все там как семечки их едят. Просто в пакет насыпают этих кузнечиков и идет и жрет по дороге. Вот они. Кудры посыпают. Да, оттуда же и эти. Они же там все едят все подряд. И считается, что оттуда же и пошла вот эта коронавирусная. Всякие болячки. Да, потому что окуриный гриб уже забыли. Тоже оттуда. Да, так оно все оттуда. Они же едят там, ну, буквально все, что движется. И не движется, они все едят. Так в сыром видишь, едят кровь, пиво. Ну, то это уже совсем, конечно. Ну, то, что гигиена там на нулевом уровне, это 100%. Мышцы видели. Не одно видео видели и знаем, как оно. В Индии там вообще капец какой-то. Тай, китай, я так думаю, что далеко не оттуда он не отошел. Там, где большое количество людей, там обязательно будут какие-то болезни. Там обязательно будет антисанитария. Просто невозможно там навести перильную чистоту. Так, ну что, друзья. Наверное, мы сегодня у нас суббота. Сегодня такой выходной день. Думаю, что мы продолжим уже в следующей части на сегодня. Все. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Пишите в комментариях, хотите ли вы такие вот между стримные такие вот серии или нет. Или вам это не интересно вообще. В общем, пишите. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok